Госдума приняла законопроект о повышении предельного возраста пребывания в запасе российской армии для солдат, сержантов и прапорщиков. Предельный возраст таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду с 45 до 50, к третьему с 50 до 55 лет. Также увеличивается предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве. Закон устанавливает, что для граждан, имеющих воинские звания старших офицеров, он составит 65 лет, для имеющих воинские звания младших офицеров – 60 лет, а для имеющих иные звания – 55 лет. Предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для высших офицеров сохранится на уровне 70 лет. На сайте Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации. Кремлевскому режиму уже сложно объяснять цель войны против Украины, ведь 24 февраля 2022-го Путин называл ею деноцификацию и демилитаризацию, а также защиту мирного населения Донбасса. В конце января цель поменялась. Теперь Кремль защищал уже россиян и Россию от мифических угроз. А в начале июня Путин вообще заявил, что цели меняются в соответствии с ситуацией и носят фундаментальный характер. Не могу вам ответить на этот вопрос. Мне кажется, это не наша война, далеко не наша. Перемолоть мужское население России. У специальной военной операции цели, какие сложные у вас вопросы. Я не знаю. Одно дело вопрос, зачем она начиналась, а другой вопрос, цель, зачем она продолжается. Но продолжается, чтобы, наверное, режим продолжал действовать. К июню военные суды в России выносили по 100 приговоров. Каждую неделю по статье о самовольном оставлении части или места службы. Большинство осужденных по этой статье мобилизованные. Ранее в большинстве случаев подсудимые получали условные сроки. Однако теперь мобилизованные попадают за решетку чаще, чем контрактники. В итоге суды реже возвращают на фронт мобилизованных, которые сбежали со службы. Если спрашивать, начали ли россияне меньше хотеть убивать и умирать, ну, очевидно, мы что начали. Этот уровень никуда не меняется. Меняются те условия, с которыми они стреляют. Они с самого начала не хотели воевать и убивать. Только теперь их поставили в ситуацию, когда если ты не хочешь воевать и убивать, умирать, насиливать и грабить, то тебе за это полагается в тюремный срок. Потому что государство уже решило, что ты должен быть убит. В сентябре 2022 года Владимир Путин подписал поправки в уголовный кодекс, которые увеличили тюремные сроки за оставление места службы в условиях боевых действий и мобилизации до 10 лет лишения свободы.